В тот день с раннего утра враг подверг Тартер артиллерийскому обстрелу, и вражеская цель оставалась неизменной. Сёла, районный центр, в частности, посёлок Шахар, где проживали вынужденные переселенцы. Тот сентябрьский день, два года назад, был ужаснее прежних. От взрывов артиллерийских снарядов погибли три человека. Одним из них был вынужденный переселенец из Ахдамского района, 38-летний Сабит Асадов. Погибли также жители тартарского села Пуладлы, братья Аббасовы, 38-летний Халид и 32-летний Эльшан. Этот геноцид, открыто показавший истинное лицо врага, был военным преступлением. Брат Шахита Сабита Асадова рассказывает, что трагедия произошла у него на глазах. Шахит Сабит Асадов проходил здесь. Мы же стояли тут. Между нами было 5-10 метров. Снаряд попал сюда. Как раз братья Асадова проходили. От взрыва всё заволокло дымом. Ничего не было видно. Только слышались крики о помощи, но было уже поздно. Трое гражданских лиц стали жертвами армянского террора. А обстрел Шахарха продолжался, стремясь скрыть свои неудачи на фронте. Вооружённые силы Армении 44 дня подвергали артиллерийским и ракетным ударам наши населённые пункты. Не справляясь с нашей армией, враги вымещали зло на мирном населении. Наш народ выдержал всё. Все молились за боеспособность нашей армии, за её сокрушительную победу над врагом. И это произошло. Благодаря нашему верховному главнокомандующему мы победили. Да, мы одержали победу на фронте. Победили развязанный врагом против нас террор. Мы добились этого, проявив единство.